Привет, давно не виделись. Здорово. Такой, ты уже без очков? Ну да, я уже в линзах дам. Я просто когда-то в очках не видела, на самом деле. Я была очень удивлена. Случается, да. С лучшими из нас, ну понятно. Санька, кружечка. Ничего себе. Да вы, батенька, романтик. Весна пришла, и вот. Смотри, у нас сегодня... О, Карпова. Она, кстати, больше всех просила тебя в эфир. Там было энное количество людей, которые позови Щербака. Ну давай уже Щербака, мы хотим Щербака. Вот Карпова была самая, походу, активная. Она, правда, ни одной истории про тебя не сдала, но... Ну как бы так. Вот, смотри, как бы у нас четкого плана нет. Никакой цензуры вопросов... Никакого четкого плана нет, то, что ты спрашивал. Четкого. Я плохо выговариваю. Нечетко. Сегодня будет нечетенько. Вот, никакой цензуры в вопросах-ответах, так что, как бы, можно материться, можно рассказывать неприличные истории, можно все. Начинай. Материться. Материться? Про тебя? Понимаешь, когда у народа спрашиваешь такие, народ, расскажите, что у нас про Антона, какие-то забавные истории, все такие, ну, они все неприличные, они не для эфира. Как так, Антон? Не знаю. Чего они здесь все устесняются? Ну, как-то вот, как-то вот. Ну, кстати, тебе, по-моему, пришло больше всего вопросов, вот, когда после анонса... Черт. ...но они все очень похожи, знаешь, на такой, как в школе вот этот вот опросник был. Нет, они все разные. Любимый цвет? Ну, близко, близко, близко. Ты как хочешь, ты посерьезно пошла или сразу несерьезно? Что? Ты хочешь, чтобы у нас была сначала серьезная беседа, или можно сразу несерьезно? Не знаю, ты у нас все определяешь. Ты мать настоятельница. Мать настоятельница. Ну, хорошо. Самый популярный вопрос, Антон, ты в киллте? Морко? Нет, сегодня... Нет, он не мой. Расскажи, как это вообще получилось так? Потому что, походу, у всех там помада падала в кофе, когда они увидели именно тебя в начале клипа вот этого. Ну, у нас в школе, у Тангерас, в шкафу в Преподской есть полный набор вот этот вот килт, споран. И я выяснил, что вот этот вот кошелек пушистый, это споран. Вот, я разуглил, как его правильно надевать. В общем, там все вот эти априбуты. И я такой, ну, типа, что? Пригодилось. Ну, наконец-то. Что, зря пылится. Вот. Ну, прикольно, прикольно. Они такие, а у тебя что-нибудь есть такой необычный из костюмов? Или у тебя все на стиле? Да и в принципе нет. Я выкидываю все ненужное. В смысле нет? Все нужное. И вот это не то, чтобы это такое ненужное. Как мы видим, это может пригодиться в неожиданных ситуациях. Ну, кто же знал. Ну, типа того. Слушай, какие-то знакомые лица вот подходят прям приятно. Я хотя бы их всех знаю. Ребята, он, кстати, нормальный, видно, слышный, потому что я, походу, у себя как-то двоюсь в ушах немножко. Тебе норм? Нет такого? Мне норм. Тебе норм? Ну, окей. Хорошо, давайте сначала по этим, по вопросам, которые прислали, а потом будешь рассказывать, что вспомнишь интересного. Парам-парам-парам-парам. Откуда у вас взялись сальсокотики? Вот эти вот умамбовские. Почему ты меня спрашиваешь? Это скорее Акарпову стоит. Я не знаю, сегодня я их с тобой, понимаешь? Ты с ними фоткаешься, ты их возишь. Что это вообще? Откуда? Они взялись. Девчонки накупили серию вот этих вот, как они? Эбасик, да, они называются. Эбасики, вот, сшили им футболочки, вот, и радостно с ними ездят. Девчонки, молодцы, котики прекрасные. Ну, я попримазываюсь все время от времени, но вот примазываюсь я, как бы, это правильное слово, потому что, ну, как бы, они сами все придумали. Вот, я тут ни при чем. Ну, может, некоторые там, вроде как, похожи на некоторых там участников. Типа, есть я, есть Артур. Кажется. Такой, да? Порассказывали нам. Да, я постарался. А котика ты поприл? Ну, я помню, потому что соответствовал тебе. Нет, тут сейчас, нет, а котиков есть Зая. Ничего себе, а что за смена такая? Это Зая. Это мы отобрали у Тангераса, опять-таки. Ты что, золотые люди, ваш Тангерас? У них можно столько всего интересного найти. Прекрасные, да. Это слюнявчик или это... Нет, это жопка с шариками для троганья. О, сердечки. Сердечки сразу пошли, да. То есть вот этим ты примерно развлекаешься на самоизоляции. Или как у вас, кстати, проходит сейчас время? Не, ну, я-то работаю. У меня есть работа человеческая. Вот, так что на удаленке все норм. Вот. Временами получается выбраться в зал, но редко. Но получается. Ну, прикольно. У вас же, кстати, день рождения школы был недавно, да? Там прям 10 лет. Был, да. 7 апреля, да. Мы слегка опередили республику. Вот. Там был вопрос. Как вы будете праздновать, когда все откроется? Потому что народ такой, типа, блин, это же должно быть что-то большое и прекрасное. Закатим мега-пьянку. Вот. Чтобы снова пришли соседи и на полгода нас прикрыли. Посмотрим. Вот эту историю, пожалуйста, поподробнее. Что уже было из такого? Не, ну, у нас было пару раз, когда вечеринку приезжала полиция, значит, там, у чуваки там с автоматами, типа, что у вас зафигняк, кто-то жалуется. После первого мы прекратили вечеринки где-то на месяц три, но потом мы возобновили, а после второго вроде как мы поговорили с чуваком их вызвавшим, вроде как бы, ну, так, я его успокоил. Ну, вот, с тех пор вроде как плюс-минус мы так, это тоненькую, но умудряемся продолжать. Это поэтому у вас висит вот бумажка там, когда идешь, где-то подарка, типа, очень тихо себя ведите, здесь тоже живут люди, там что-то такое. Не висит у нас. Ну, мы как-то, когда заходили к вам в школу, там было такое, типа, просьба не шуметь, когда проходишь вот еще. Ну, может быть, это жители... Может, это соседи повесили. Да, соседи, с транспарантом, да. Такие, типа, судари и сударыни, да, не шумите. Ясно. По поводу пьянки. Был вопрос, какой твой любимый напиток? Зависит от обстановки, но ром, виски, хороший виски, это прекрасно. А на фестивале ты что-то пьешь? Хороший ром. Ром, да. Не поверишь, я вот с конца марта я сейчас и не пью, и не курю. И видишь, результат. И как бы еще выпало. Антон, как так? Почему так? Зачем? Мы тебя теряем. Кстати, ты собиралась быть эскальяном. И где он? Вечером. Вечер только начался. Вот ты пройдешь, я думаю, вдохновлюсь, и потом как бы весь этот стресс. Шотики тоже хорошо заходят. Ну, кстати, украинская тема, вот, шотики. Они там очень любят это дело. Не только. Мы тоже. Помнится. В каком-то из препартий мы настолько все налегали на русско-японскую войну, что в баре закончился дынный ликер, чего не бывает, чтобы вот дынный ликер, который, ну, практически... Его никто не пьет. Да, закончился. Вот, ага. Карпова. Золотой человек. Промолчала бы, а, но вот... Слушай, она мне говорила, что она два раза в день курит, представляешь? Как бы у нас табак не найдешь в городе, а она, вон, что, вытворяет. Вообще. Ну, виски, вот, в последнее время дам. Там еще был отдельный вопрос от Бадзима, она просила как-то завуалировать, но, тем не менее. Как тебе удается восстанавливаться на утро к классам после бурных ночей танцев? Ну, сейчас уже не удается. Все, молодость закончилась. Вот, на самом деле, ну, как-то само, собой. Я помню фестиваль в Величке, мы с Гавриковым отловили Шаку Брауна, по-моему, в субботу, в вечеринке. Вот, было скучно, мы втроем почему-то взяли бутылку Смирнова, прямо там, и сели, значит, ее уничтожать. Вот, закончили часов в пять, вот, поехали по домам, а у Шаки был класс, типа, в двенадцать. Вот, я, значит, прихожу там, Шака, в темных очках. Естественно. И такой, значит, вчера, я понял, никогда не садись с русскими и пить водку. И ползала почему-то на меня такие, типа, ммм. Вот это... Они что-то подозревали, явно. Что они, что они... Ну, не знаю, я тут ни при чем. Ну, в общем, у тебя секрета нет, тебе не Дотка ничего не рассказывал, потому что, на моей памяти, это не Дотка, человек, который вообще никакой, он перед занятием вот такой, но только открывается дверь, он такой, ребята, и все просто потные в усмерть после его классов. Да, 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 это жутко, да. Я помню Свинкфест 2007-го, да, вот, и была пятница, мы что-то посидели с шашлыками и хальяном на заливе, типа, до семи утра, вот, а в десять уже был класс Феди, вот, и все, что я мог, это, значит, прислониться к омрабранной колонне, потому что она была... Холодная. Холодненькая, да, это было очень приятно, вот, и был фаст, вот, и Федя прям такой весь, как вот, как будто бы он с нами не сидел, вот, а вот он такой, типа, давайте. Выдохнули и поскакали. И, ну да, поскакали. Он такая, ты у него не спрашивал, в чем его секрет? Потому что всем интересно. Это очень полезный навык на фестивалях. Нет, к сожалению, нет. Так подожди, так ты его в эфир-то, это самое, пригласи, и, собственно, может быть, расскажет. Может быть, мы просто с ним, наверное... Ну, мы знакомы, но практически не общались никогда. Всегда, когда я его видел, он был уже никомуникабелен. Никому и ничему. Никабелен. Ну, типа того. Там еще был вопрос. Кто твой сальса-кумир? Я бы перефразировала. Кем ты вдохновляешься? Ну, может быть, на оба. Они со временем изменялись. Вот. Наверное, на старте в Нью-Йорке я долго очень вдохновлялся Маттесом. Настолько, что, собственно, второе шоу сальса по Нью-Йорку стайлу. Мы сделали копию номера Маттеса, потому что я брал, как бы, это шоу себе разберпанить на футворке. Тут проходил хорд и такой, типа, мы делаем новое шоу. Я такой, Дима, не надо. Он такой, делаем, делаем. Андрюха, пока. Вот. Собственно, значит, был Маттес. Потом Тита. С Титой и Тамарой я прям занимался достаточно плотно. Брал у них индивы, и они прям вот прям в сердечке. Сейчас, наверное, кто сейчас-то даже, не знаю. Да, ну, был Маттес, ну, как бы, очень фрагментарно. То есть из серии... То есть я, скорее, сторонник составления пазла из разных, так сказать, артистов. Да, то есть из этого это, из этого вот это, вот это, вот это. Вот ты такой вот, Афренкенштейн, значит, такой появился в кучелке. Прикольно, прикольно. А ты, получается, уже второй век танцуешь, да? Ты говоришь, что с девяносто какого-то года. Ну, типа, с девяносто девятого, да, зацепил слегка, да, двадцатых. Так, а почему Нью-Йорк? И почему до сих пор существуют люди, которые удивляются, что ты танцуешь в кассино? Ну, вставила... Понравилось. Собственно, всё. Ну, и музыка, и стилистика. Не-не-не, начинал-то я в кассино, как и все в Москве. Ой, по-сердечке. Вот я как рейдер. Прямо как Светка Рейда. Она все такая, сердечки, е-е-е. А я не могу поставить, ну ладно. Вот, начал я с кассино, потому что в девятом в Москве сальса выравнялась к кассино без вариантов. Вот, и потом меня позвали в шоу в 2004. Вот, то есть пять лет я плясал к кассино и даже не знал, что есть разные стили, что есть фестивали. Да, то есть вообще был не в курсе. Мне было норм дома. То есть я такой вот сидел, всё было прекрасно. Кассино закрывало все мои потребности. Были ебальные ещё. Вот, и тут мне говорят, типа, а давай в шоу. Я такой, да пожалуйста, что бы нет-то. Вот, и тут оказывается оно на два в линию, и там ещё есть соло. А я такой, о-о-о, что это? Вот, значит, мы сделали шоу, станцевали. Точнее, я встроился в шоу, значит, мы его устанцевали. Кстати, мы его утанцевали и в Минске в феврале 2005. В тот приезд, когда Радзюн организовал такой подесант из Питера и Москвы. И к нам ещё присоединился полканов. Вот. К шосток мы все приезжали. И это было мон-кафе. То самое, да. То самое, да. То самое. Вот. Чё? А, ну вот, значит, станцевал я шоу, и тут раз соушоу. А соушоу не получается. После шоу такой, а-а-а, ты чё это? Ну, как бы взял, позанимался и вот, затянуло. И всё ещё вот погружаюсь. И не отпускай. Пучины. Вот такая, какие у тебя там перспективы? Ты же уже побыл как-то учеником, преподом, организатором, диджеем, хореографом. Оргом я не был. Ну, ты же делал уикенды. Это считается. Ну, хоть как, ну. Ну, да. Ну, такое, но хоть как. Ну, окей, так. И чё? И чё? И чё ты ещё хочешь понимать-то? Ты типа, послали в ржет? Мне просто интересно, что тебя держит столько лет и как бы, чё ещё? Это привычка. Привычка выдержит. Не, ну, а чё? Прикольно же. Вот, ну, когда школа, там, вечеринки, всё так это, всё под себя сделано. По скальянчикам, по сбарчикам. Всё, вопросов нет как-то. Приятные тусы, можно стать экспериментами на людях. Ну, вот, да. На занятиях, да? То есть, вот это, ну, понятно, понятно. Или шоу какие-то. И будут ещё шоу, надеюсь. Я, кстати, про шоу. Там кто-то спрашивал про вот тот самый прекрасный номер зомби. Сколько вот этого, да, сколько грим вы накладывали? Ну, часа, ой, два-три, в зависимости от, ну, там, ну, технических, как бы, всяких параметров, по два-три. Вы же это шоу не сами ставили. Это же, ну, там, как бы. Вы это шоу сами ставили, или у вас был какой-то специальный хореограф? Нет, мы ставили сами. Значит, там как? Это композиция и, собственно, идея. И... Сейчас. Заново всё. Значит, в Штатах есть шоу «So you think you can dance», да? Значит, там, типа, как наши «You dance», там и всё такое. Вот, значит, там они всегда на открытие, как бы, дня выставили шоу на всех участников. И был один номер, который потенцевали за историю по два раза. Вот это, собственно, хоряга Вейда Робсона под вот эту композицию. Ромалама Бэнк-Бэнк, да? Вот. Прикольная очень тема, вот. И мы оттуда взяли идею, что это зомби, да? Такие в камзолах и, значит, в гриме. Взяли некоторые узнаваемые, самые узнаваемые части хоряги, дабы, так сказать, процитировать. Остальное всё заполнили сальсой и пачангой. Музыка у нас длинней была. Собственно, поставили сами, ну, естественно, подсматривая на видео, как бы, то, что там у них происходило. Вот. Нам сестра Дениса Солтарёва подогнала знакомую гримёршу. Вот. И она нам сделала, значит, вот это всё. На первом выступлении, собственно, она у нас гримировала. Вот. Потом выдала нам комплект из этих вот всяких ран, сделанных из желатина, по-моему, да? Да. Из желатина. Вот. Окраски, то есть, как бы, это всё приклеивалось, раскрашивалось и вот, как бы, вот, заплясалось. А, и костюмы нам сделали тоже, типа, театральные костюмеры, да, или о коме. Ну, как-то так, да. Пускай будут костюмеры. А что у вас за история в Турции была, что там людей пугали? Не, а там всё просто, там не было гримерок, и поэтому мы красились в номерах, в номере, потому что у нас комплект один, то есть, ну, надо всем собраться одновременно. Одновременно. Вот. И потом мы на лифте, соответственно, толпой ехали, а лифт большой, но ты представляешь, ты заходишь в лифт, а там, значит, вот, например, зомби. Ну, да. Там апокалипсис уже. Да. А какое твое шоу любимое из того, что ты ставил? Ну, любимое у Спейниш Харлем в серых, в красных костюмах. Это, по-моему, у 2017, по-моему, или, да, у 2017. Вот. Под... Это же у Родригеса, да? Ой, ой. Харлем и Найтмер, да. Да, да. Харлем и Найтмер. Серые камзолы с красным околышем. И у девчонок серые о платье. Бархатные. Это важно. Да. Что не бархатные. На ощупь приятно. Приятно, да. Сказал я и... И помял зайку. Да, да. Слушай, а ты все харяги сам придумываешь? Ну, по большей части, да, на вот, на парочку мы брали прям специальных людей. То есть вот у нас был AIA. Это вот замечательный... Кстати, тут я вспомнил. Мы когда в 2015-м выступали в Риге, вот, а там не снимали, ну, как бы, официально. Я нашел в зале Агубенко, вот, дал ему по телефон, сказал, типа, посними видео. Вот он такой, типа, ну... Я говорю, вот, значит, вот там выдвигаешь, понажимаешь, все. Вот мы выступаем, он, значит... Ну, я спускаюсь в зал, он говорит, вот, на, поснял. Вот, я посмотрю, естественно, там отличная фотография. Молодец. Зато какая память. Вот, да, вот, значит, это был AIA. Там мы приглашали девочку по злату масло ставить нам локинг и еще одну девчонку, по-моему, или... Да, девчонку на... Just Funk для девочек. А, и хаос еще, да. То есть там, как бы, ну, вот, ставил я сальсу и еще по-три поддельных, по-человеку, как бы, ну, поддельные по стилю. Прикольно. А вы часто мешаете разные стили? Или ты же вроде такой хардкорный мамбосник? Чего? Слушай, нет. Как бы, ну, бывшая часть шоу были посмешанные. То есть, ну, как минимум с джазом. Ну, в смысле, со свингом. Олеся из матрешек. Что это? Чтобы это не значило, не знаешь. А, хаос. А, Коваленко. Привет. Вот. Его твой разобрались. Уточняет. Слушай, а ты нервничаешь перед выступлениями? Всегда, ну, естественно. Ну, в смысле, всегда. Я помню... Ну, как бы, ты когда у нас на каком-то БСФе стоял буткамп, это было очень эпично, когда все по углам что-то там в парах, сольно стоят, вспоминают, тренируют. И ты такой с бокалом чего-то ходишь спокойно вообще абсолютно. Ну, это внешнее, как бы, ну, надо же излучать, так сказать, уверенность. А внутри-то там... Пипец. Черт, это вообще было не видно. Я такой. Интроверт. Да ладно. Ты работаешь с людьми, какой ты интроверт. Ты чё? Ну, ненавижу их, да. И сердечки, сердечки такие сразу прекратились. Так, ещё был вопрос. Вопрос был. Диджей. Диджей, какую песню ты никогда не поставишь? Вот вообще никогда не поставишь? Ни за какие деньги? Длинную, длинную. Это сколько? Длинную. Очень. 7, 10, 12 минут. Ну, 7 для вечеринки уже, наверное, перебор. Ну, вот. Зависит от, но так в целом, ну, как бы, то есть, я постараюсь, как бы, ну, вот, 5-5, по 30, как бы, это по пределу. То есть, а по именам там всякие маркеттони и так далее? За редкими исключениями. Они очень ситуативны. То есть, Марк Энтони временами заходит там, когда все под утро уже подпевают там. Та-та-та. Ну, в общем. Слушай, под утро у тебя мой метроль идёт, насколько я помню. Марко, нет, ну вот. Это песня Марко, которую он ставит. Я помню, в Лагиду Эсун Карнавал могли на вечеринки в Москве, в Лабамбе, то есть, в 99-м или 2000-м поставить за ночь, за, по одну, по три раза. Вот. Так что, ну, вот, да, вот это вот отбило, да, слегка, чуть-чуть. Ну, вот, да. Такие, то есть, с тех пор ты закалённый. Не, ну вот, да, я согласен, что Лагиду Эсун Карнавал не стоит, но остальное всё, по-моему, ситуативно. Ну, как бы. Ну, ладно. А, а, вот, ещё, 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 вот, что я не поставлю, это север комбо мушкара. А почему? Это же такая хитера была в своё время, когда они вышли. Прям, прям вот воротит, вот прям, то есть, она прикольно начинается, но вокал меня убивает. Просто и текст, и вокал. Вот, прям жуть. А как же вот это вот чувствовать толпу, создавать ей настроение? Нет, ты не такой диджей. Есть же ещё композиция. Я что-нибудь найду, как бы, ну, в ту же сторону, но отличающееся. Пожалуйста. То есть, когда ты верен своему девизу наушит, да? Ну, конечно. Так, кстати, спрашивали, откуда вообще наушит пошло? То мамба ты вроде как расписывал, а наушит. А, кстати, да, я собирался всё написать, всё никак что-то не дойдут руки. На самом деле там всё просто. Что-то сидел я за компьютером, компуктером, размышлял, так сказать, по судьбе Сальса, и тут, значит, мне приходит ВКонтакте приглашение на семинары, где-то там, не знаю, в регионах, приглашение на семинары по Батчате одного известного преподавателя с текстом «Негласно признанный лучшим Батчатеру в России». Это такой «Негласно признанный лучшим это как». И одновременно с этим мне попадается на глаза, значит, подпись школы танцев, что, типа, первая в России школа, значит, уличных по-кубинских танцев. Вот, что, в принципе, ну, не совсем так, в общем. И вот эта вот вся фигня маркетинговая, пишущаяся, ну, не основываясь ни на чём, а лишь бы оправдаться, вот она несколько вымораживает. Вот, и что-то я психанул, и такой, типа, вот, без этого ты, пожалуйста. И вот, с тех пор. Такой, тебя это заделал преподаватель или как маркетолог? Ну, в сумме, в сумме. Андрюха ещё здесь. Ты же шёл от шашлыки. Ну, вот их уже трое, видимо. И там ещё должна быть цена. А, типа, они подключились. Ну, вот, привет. Ну, как говорится, прям интернациональный эфир. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете набрасывать. Возможно, они даже прозвучат, но это не точно. Ещё один был последний вопрос. Это про кальян. Сколько лет ты с ним не разлучен? Потому что на всех точках, начиная с 2000 какого-то там. Ну, где-то с 2004 ты тоже. По плюс-минус. Ну, вот. С 2004. Так. Приблизительно. У тебя же даже есть такой этот, как он называется, мундштук. Да? Именной тебе подарили. Не именной. Кстати, по-моему, он у меня где-то валяется. Ну, да. Вот он. Да. Давно я им понепользовался. Да. Мне однажды его попрезентовали. Сказали, что вот вы у нас столько выкурили. Вот, типа, перекусил уже. Приятного аппетита. О чем это я? Кальян, да. О том, что ты столько выкурил. Полюблю, да. Ну, что делать? Погрешен. Ну, просто на всех фотках, когда я выбирала для анонса, там ты везде вот кальян, кальян, кальян. Ладно, какие-то женщины танцуешь, потом кальян, кальян, кальян. А что вы его делаете? Естественно, я не это самое. Ну, в смысле, мы его делаем. Не упущу. Какой следующий шоу номер будет? Следующий мы ставим парный, с Рижкой. Сделали уже процентов 70. Отрек, не скажу, посмотрите. Но будет с блюзом. Вот. На блюз мы пригласим по специалисту поставить. Интрига. Однако интрига. Так, все. Все вопросы, которые присылали, закончились. Можешь рассказывать свои истории. Пришла твоя очередь теперь. Моя очередь. Ну, что вам рассказывать-то? Что-нибудь приличное у тебя есть? Неприличное мы все знаем. Про Михуила уже рассказал, как он прекрасно нас снял в Риге. Вот. Ну, все. Мы закончили всю историю. Не, ну, давай какие-нибудь подсказки. О чем? Тебе нужно какое-то вбросовое слово? Да, да, да. А, там, кстати, спрашивали про, когда был шоу-номер, это про Маламы еще. Почему Федя стоял на коленях перед Эдиторусом? Напился. Спасибо. Я просто не в курсе этой истории. А, нет, значит, нет, там... А, ну, вот эта вот история вся была прекрасна тем, что, значит, там идет шоу. По-моему, это было уже воскресенье. Вот. То есть на шоу уже идти не хочется. Мы сидим в баре, значит, пьем пиво. Значит, видимо, заканчивается шоу, а бар находится как бы по дороге от зала, где шоу к лифтам в номера. Вот. И, видимо, шоу закончилось. Все двигаются, значит, из зала. Значит, тут проходит Эди. Федя такой, значит, о, Эди бежит, значит, догоняет. Значит, мы бежим за ним. Вот. Федя падает на колени перед ним. Ну, и, значит, начинает рассказывать, что, значит, это его кумир. Вот. По Эди видно, что это не впервые. Ну, он уже такой... Он был, да, да, я такой, да, типа, да. Я классный, я Федя. Вот. Значит, как-то ему подыгрывает, но что-то это растягивается. То есть Федя его отпускает. А пора бы уже, значит. Я думаю, блин, надо что-то как-то поделать. Я говорю, Федя, там сейчас вот за поворот пошел Мартинес. Вот. Я это придумал. Я такой, ну, типа, чем его отвлечь? Вот. Он такой, о, ё-моё! Значит, вскакивает, значит, и Эди забыт, значит, Федя бежит по клифтам, значит, мы поворачиваем за ним. Там стоит Мартинес, сука! А кто же знал? Это подстава, Антон. Да. И, значит, картина повторяется, Федя падает на колени. Вот. А Мартинес так, он явно, вы не так-то, так сказать, часто сталкивается с проявлениями. Он так очень так отодвигается, значит. Я подбираюсь и говорю, типа, он выпил, типа, подыграет. Он такой, я вижу. Вот, значит, продолжается эта, значит, тема, что, типа, там, вы мой окумин, все дела. Ой, Федя меня прибьет. Вот. И, значит, я понимаю, что надо его уже как-то попаковать, значит. Его соседи по номеру, Питер, значит, я им говорю, типа, уносим, значит, открывается лифт, значит, мы его заносим в лифт. Значит, он руками и ногами цепляется за, значит, створки, такой вот, вот, крестом, значит, висит, мы его туда, значит, заталкиваем, вот, он такой человеком, пауком, значит, некоторое время подержится. В общем, все-таки мы его, значит, упаковали, отвезли в номер, значит, он расстроился и заснул. Вот. Все. Ветело. Вы жестокие люди. Вы могли кого-то еще третьего подставить. Мы спасли Фрэнки и съедем. Я такой, спасибо вам за Фрэнки, да, что он может еще к нам приезжать, что он выжил. А вот Бадзим пришла. У тебя же явно, что это про Бадзим. Там тебе сердечки слало. Ну, про Бадзим у меня есть ее фоточка, которую я выкладывал, по-моему, в том году, где она прям, то есть, это вот тот раз, когда мы познакомились, вот, и там были и Ванюшины, в общем, и она там прям вот такая, такая, пушечка прям такая аппетитненькая такая. Как зайка, да, вот эта? Ну, практически, ну, да, да, прям такая румяненькая такая, в щечке прям, ух, вот. А в остальном, чё Бадзим? Бадзим молодец. Вот. Танцует. Какие-то веселые, забавные, занятные истории. Веселые истории про Бадзим нет. Ну, может, не про Бадзим. Это же был на стольких фестивалях. Веселые истории журнал покажет Ленаш. Веселые истории. Не, ну, у меня есть стандартная байка, ее все слышали про то, как мне дама засадила на стайлинге рукой. И могу как бы ее еще раз пересказать. Был один Леночка, ты не зануда, ты золотце. Что ты? Люблю у тебя вообще всеми силами. Берлин. Старгейт выступают греки. Там с каким-то сафра там у них значит все очень какой-то замес жесткий. Там у них очень все сценично. В общем, все дела. Вот. И пляшет там по центру девчонка мелкая по росту вся такая активная, артистичная вся такая прям такая я кошечка такая. Вот. Все. Клевая. Вот. Я такой надо ее запомнить. Нахожу ее на вечеринке. Мы знакомимся, потанцуем. она мне прям ну не знаю там по грудь вот не знаю вот посюда вот прям мелкая. Легкая, прикольная, мы кайфуем. Вот. И что-то я расслабился. Вот. И у нее маникюры нарощенные по ногти и она на инсайде на стайлинге вот мне значит засаживает ноготь мединца прямо в ноздрю туда внутрь. Со всех сил она так на! Вот. И я слышу хруст значит чего-то там внутри. Вот. Она значит пугается естественно. Я еще ничего я не почувствовал как бы она уже как бы обыслась. Вот. Она выдергивает руку и значит вот она вот в шоке такая типа я его убила. Вот. Я понимаю, что мне надо ее успокоить. Я говорю типа it's ok. И кровища такая, да? Улыбаюсь и продолжаю танцевать. И это офигенная композиция. Я чувствую, что значит там начинает скапливаться значит жидкость. Вот. И значит мы танцуем я отворачиваясь делаю так вот. Занюхиваю значит это все. Вот. Мы заканчиваем. Я говорю типа спасибо. Бегу значит в туалет вся раковина в кровище в общем ну как бы ничего. Вот. И на следующий год значит мы пресекаемся там же и она мне такая типа привет помнишь меня? Я такой типа конечно да я не забуду никогда. Как ты после этого к Сталингу стал относиться женскому? Ну вот или ничего не поменялось? Написала что вот этой историей я запугиваю всех учениц что отработайте стайлинг максимально хорошо прежде чем его применять к живым людям. Может просто когда по росту партнеров надо подбирать чтобы не попадать в нос? Тоже же вариант. я не такой прям супер высокий то есть ну как бы надо же ей ну типа быть привычной к таким чувакам ну не знаю не знаю там Пачко все настаивает на вопросе что у тебя следующая шляпа что с новой шляпой ну пока что-то или котелок устраивает мой так Антон Антон ты пропадаешь и отваливаешься а нет не вернулся а скажи что-нибудь бывает что звук потом пропадает после этого так видишь Антюха с твоим вопросом непонятно что инстаграм против сейчас мы попробуем вернуть Антона ту-ту-ту ту-мамбо коннектинг так так все снова тебя видно слышно нормально супер вот поэтому это там сейчас задержка идут ответы не обращай туда внимания ну когда-то люди пришли такое да типа вообще так что со шляпой шляпа котелок что почему-то я себя послышу тут дополнительно из эфира да верхом да прям ну ладно попробую это игнорировать шляпа да пока меня устраивает имеющийся котелок может быть еще один во-первых необычно мало кто у нас да никто у нас в принципе а нет у Матаса был номер он его писал по скандии и меной в таких БДСМ слегка как бы одеждах окожанных с цепями и он был в котелке возможно оттуда это все и пошло так сказать из Сирии в детстве так сказать посмотрел и отложилось ну расскажи мне про мир расскажи что как ты вообще попал к нам в город да потому что я по-моему пришла в 2009 это уже было такой щербак так вот я же упоминал Радзюм нас выдернул в феврале 2005 приехать значит был с семинарами у вас Карлос Уэторос из Питера была Нелли Ким и поехали мы с шоу то есть у нас были Дима Хорт Лена Амирханова Логин Кто это вообще? Дима Хорт и Лена Амирханова это люди возродившие он ту в Москве то есть долгое время как бы вот у нас была Лена в Москве и Марина в Ростове ну в общем осталась Марина в результате вот приехали мы к вам и потанцевали вот я помню что где-то часам а и это была первая вечеринка типа на всю ночь то есть часа в два аминчане уже все отрубились и значит приезжие там такие типа ееее танцуем вот вот еще нам предлагали нам анонсировали в МОН элкафе роллы с картошкой и чем-то по-моему селедкой роллы роллы да и мы такие типа попробуем но мы приходим а кухня закрыта мы такие блин черт не попробовали вот обидненько а и там же мы собственно значит Карлос и Нелли выдавали семинары мы с Ванькой Грушевским значит гуляли по Минску и у нас тогда мы только приняли в России закон о запрете употребления значит алкоголя в общественных местах вот и мы что-то еще понепривыкли взяли в магазине по пиву открыли значит выходим и я такой типа стой а вдруг здесь тоже автор незнакомая типа сейчас нас примут вот мы подходим к бабушке продающей там какие-то веники типа а можно ли она говорит типа а я думаю какие смелые парни типа они боятся а мы такие черт значит под куртку и такие там куда-то значит в зал значит погребли вот рассказываем знакомых что вот если бы бабушка ну как бы сейчас бы нас уже опаковали бы значит нам говорят да нет как бы тут у нас все разрешено а то в общем бабушка нас очень знатно патролила вот прям зачет вот это вот воспоминание о Минске да самое приятное да это получается 2005 года постоянно к нам ездил регулярно пропускал мероприятия ну некоторые пропускал некоторые стоило бы пропустить были некоторые помните супер вечеринка в шайбе по-моему да в шайбе да у вас был где одновременно мы обсутствовали как бы и сальсерас и какие-то левые чуваки в футерах которые значит типа сейчас поставят наше по музлу и типа мы оторвемся вот это было очень странно это вот там где вспоминай контингент шайбы примерно вот плюс и минус я представляю что это было где Аканзевича поназвали и диджей как у тебя там да да вот да это вот там но в остальном как бы ну воспоминания о прекрасной по-моему именно в Минске я танцевал Акасина с Агазиком вот да воспоминания да что это незабываемо я вел а Газик это самое велся не верь не верь Миша это все поклеп они ничего про тебя не знали ну практически ничего они просто Миша такой типа я не знаю истории ну там была история Антона не пустили в какое-то там заведение аля Достоевский по-моему бар у вас был чего я сказал в Москве они как-то там с Катей собирались в какой-то бар вы тоже собирались с Иркой тренили в зале в общем они вас не дождались ушли а тебя почему-то не пустила охрана а ничего интересного да я им не понравился но это бывает ну как бы такое да и они вспомнили как ты писал про Пачангу такую пьесу маленькую еще на Мамбатрайбе она была популярна это было очень давно это надо читать ветку чтобы вспомнить а да там были какие-то непонятные а там была прекрасная женщина Виктория Евгения Виктория да Евгеньевна вот со своими особыми представлениями об истории всего ну вот и я из этих представлений выдел некоторый текст он был достаточно забавен но блин это надо прочитать надо читать ну я прочитала я было у меня то есть в общем-то можешь писать и нормальные истории могу да они они вот это все на что то танцы шоу вот это все можно же зарабатывать нормально про танцы же про танцы про пачангу на блин лучшее событие в киевском аэропорте когда был запрет на русских а что там все было слушай а давай я пересоздам эфир и кстати там есть вопрос про вот этот про аэропорт это киев в общем давай сейчас перезаходите все я тоже ты тоже перезаходи сейчас эфир этот закончится ну ладно окей а вот и я неожиданно неожиданно слушай я все равно себя слышу тоже эхом у себя в наушниках это прикольно я сейчас нормально тебе хорошо такое там про киевский аэропорт там же была история когда началась вот эта вот непонятка с Украиной и не пускали русских а ты был единственный кто долетел на киев спринг я был единственный кто собственно полетел вот это был 2014 вот вся эта уже неприятная и постыдная ситуация вот и собственно там же все развивалось каждый день что-то новенькая вот и там последние сдали и билеты Артур и Ванюшин вот и собственно я написал оргам что типа давайте я попробую прилететь типа если развернут то как бы я сам возьму себе билет вот кстати фотка снятая Михаилом в качестве видео да но вы хороши вы хороши есть что вспомнить да вот да парам-парам-пам вот и значит типа они такие ну окей вот и там целый день все за мной следили на фейсбуке вот значит я выехал из дома вот я прошел регистрацию вот я еще уехал такой значит в красных джинсах в красном котелке типа максимально так сказать заметный странно так сказать выглядя вот и у меня уже был разработан план диалога что из серии значит типа цели танцы а докажите вот там видео если что я думаю станцую и им там уже подумал что им сплясать вот я подхожу значит на контроль типа отдаю паспорт они такие типа на сколько я говорю ну там 4 дня они такие welcome я такой и все ну блин я так готовился да там еще у меня в Шереметьево отловили какие-то корреспонденты областного канала значит взяли мой номер и типа созвонимся по скайпу если вы значит ну как бы доберетесь вот и типа там я им рассказывал уже из Киева что как бы все все норм понятие как бы ну волноваться то есть слухи сильно преувеличены слышь тебя пропустили а у нас вот один мальчик ехал на поезде у него было российское гражданство его сняли и он тогда не попал потому что потому что он был без котелка естественно в этом вся суперсила да такие так вот почему они вот эта вот вся тусовка должна быть стильной да вот я им пользовался еще и в 2015 и тоже все как бы сработало а потом уже у нас закрыли по прямой сообщение осталось только через Беларусь и мы кайфанули когда столько людей стало через нас летать такие может класс и может встретимся и в Китае да ребят конечно ну как бы да у него не было красных брюк ну что поделать тут еще напомнили в комментах так сказать как ты смог выговорить Паша Шиша Сейшен три раза без запинки там надо ритм поймать я запинаюсь на многих согласных но не на этих на букве Ша это не распространяется да Ша и Ща любимые нам буквы блин ну это подстава ну извините люди могли деньги же поставить что-то не произнесешь и потерять состояние на этом ну ладно ладно Карпова давай ты обещал интересных историй про Щербака спалить пиши что-нибудь а ты хотел про конкурсы сказать мы же участвовали недавно этот был мы не участвовали я его послужил я просто вообще недавно узнал что такое было нет он еще как бы в процессе то есть сегодня там эфир кубы завтра он ту и потом финалы девятого там достаточно много людей то есть в он ту 11 парней и 16 девчонок то есть прям так нормально так да вот и есть есть на кого посмотреть рекомендую прям я не знаю что там на кубе то есть я знаю что их побольше вот то есть но я я думаю что там не хуже вот да и показывать будут не всех а там как бы то есть типа топ то есть вы не переживайте что придется прям совсем все подсмотреть этим занимались мы по ночам вот конкурсы конкурсы а ну был у нас забавный конкурс ну как-то у нас конкурсы не особо заходят в россии мне кажется там же все топят что конкурсы это фу-фу-фу и они вообще асоциальны по природе слушай ну здесь ну для бачат расскажи им да сейчас там построено до Костенковская эра эти а как у вас essential в Беларуси есть я просто как-то попала летом на вечеринку open air был такой знаешь когда ты смотришь на эти там 80-100 человек и такой нет я уже слишком стара для этого ну как он развивается это наиболее популярное что у нас есть сейчас ну по всему миру сейчас такое идет так что что ты для многих открываешь мир путешествий путешествуйте с Щербаком не знаю а что ты написал такого про Равин ну когда-то мы съездили с Лилькой ну мы нет мы съездили с Лилькой в 2010 в Равин то есть это же ну был такой год когда мы открывали по Тумамбам мы начали ездить по всяким фестивалям там все такое так про ЛТТМного медведя это код и это уже рассказывали посмотрите первую часть первую часть да вот и поехали мы в Равин первый раз потому что они привозили Этита и Тамару Этита и Тамара это ван лав прям со среды они там выдавали по 20 это был прям по 20 такой вот геп вот и прям понравилось потому что не было еще essential предыстории и в принципе было ну то есть соушел был там достаточно неплохой вот а на следующий год запутился Шибенек и они привозили Мартинесса на открытие и так бы ну Мартинес да и Шибенек еще в смысле Хорватия типа все определились вот и Шибенек вытеснил по ощущениям Равинь потому что Равинь он слишком широкий и ошибенек он был покамерней и там как-то ну типа ты мог найти человека и с ним постанцеваться там за 5 вечеринок там прям станцеваться вот а на большом на супер большом фестивале ты понайди еще этого человека ну да иногда по фотографиям такой знаешь что человек вообще там был да ну то есть ты получается любишь более такие маленькие камерные фестивали то есть Берлин вот Льсоль это ну Берлин и Варшава это отдельные истории потому что Варшава это вообще мой самый первый фест по-европейски это 2005 по-моему год тоже вытащил сейчас я прочитаю выбор диджеев на вечеринке да сейчас напомню прочитал о чем я забыл 2005 год Варшава Варшава да то есть это был по-моему первый варшавский если по-не путаю вот потом я ездил по-моему в девятом или в десятом это вот последний когда они делали не вот в этом не в громаде вот и то есть ну как бы там интересно как они развиваются и то есть в свое время первая самая Варшава во время мне сбила так сказать слегка корону отросшую уже вот я понял что надо прям попахать а Берлин он всегда был Берлин с гримеркой потому что мы все годы мы там выступали и Берлин с гримеркой это совсем не не то же самое что Берлин как бы ну вот для человека с обычным опасным поэтому это гораздо комфортней то есть тебя они шмонают охранники тебе они приходят сдавать шмотки в гардероб ты там рядом со звездами в общем ну как раз все комфортнее рекомендую я как-то ездил когда диджей мне тоже понравилось в этом плане что ты пришел и сразу целенаправленно да да вот вот Берлин несколько с масштабом уже перебрал мне кажется на вкус и цвет да там еще был вопрос что нужно делать или уметь чтобы ты пригласила девушку потанцевать ну кроме женского стайлинга в нос потому что ходят же истории что ты прям нормально отказываешь что ты сам приглашаешь вот эти вот истории до слез когда ты отказываешь в бачате что это просто это даже у нас в Минске там я помню девчонки ходили это был какой-то махровый девятый год по-моему из серии ну как бы приехал щербак я же щербак потанцевать такие о бачата бачата проще пойду приглашу девочка возвращаясь чуть ли не в слезах мы такие в смысле я его приглашаю а он я сам решаю с кем мне танцевать и тем более бачату и все и она такая не ну так я сказать вот прям понемог я обычно действительно на бачату я ну приглашаюсь как бы очень редко и как правило я приглашаю сам и если то есть ну мне реально некомфортно мне представить о бачату ну как бы с большинством точнее так мне комфортно представить о бачату с очень небольшим так бы округом людей вот и если соглашаться из вежливости это не порадует ни меня ни как бы по партнершу поэтому чаще всего на бачате я отвечаю что на бачату я приглашаю сам в смысле что как бы ну то есть я не готов как бы ну здесь быть принимающим по стороне тем более но сейчас у нас реченьки и носовики зомба нас выбросило дэм Антон, вернись. Так, ребята, если у вас есть вопросы, набрасывайте, пожалуйста. Пока Антон возвращается. Нет, у меня-то все нормально, Антона выбросила. У-у-у. Соскучились. Соскучились. Что-то Инстаграм не выдерживает слова «кизомба». «Кизомба». «Корощиня». Так вот, а в Сальсе что нужно уметь? Ты же сам приглашаешь? Потому что, опять-таки, это все суперситуативно. Вот, и я поддерживаю с той точки зрения, что лучше я откажу, чем буду мучиться я и замучаю партнершу. И причин может быть, как бы, ну, прям масса, да, то есть разных. Вот. И, то есть, и настроение, и музыка, и партнерша. Мы не будем, так сказать, уточнять про конкретную причину, да, то есть, ну, в общем, лучше не делать, чем делать, ну, как бы так. Вот. Что надо? На самом деле самый простой способ, и не только со мной это социализироваться, прежде чем, собственно, то есть, когда на общеринке ты чувствуешь себя воспринимаемым как патренажер или место для галочки в выбальной книжке, да, такая ачивка. Вот. Это, ну, как бы, это чувствуется, и это прям сильно очень снижает мотивацию. Вот. Я, собственно, сам перестал огоняться за звездами западными в какой-то момент, почувствовав, что, типа, ну, вот они со мной отрабатывают, как бы, одежливые, как бы, да. Обязательная программа. Так что называется. Да. И, типа, ну, зачем мне это? Ну, то есть, это прям вот, ну, и ей, они в кайф, и я чувствую, что, как бы, ну, ей пофиг, и, вот, не, и бывали случаи, прям, ну, как бы, русские, когда там у меня в Турихе я приглашаю даму, причем, ну, как бы, какую-то неизвестную. А мне, может быть, как бы, она, там, звезда, не в курсе. Вот. И она через каждые две восьмерки брала руки и в соло такая, типа, я танцую в соло. Я такой, типа, ну, раз, окей, хорошо. Взял ее пару, значит, еще две восьмерки, а потом в соло. Еще раз, вот. И так вот раз на пятый, я такой, типа, что-то она хочет мне этим сказать. Вот. Единственное, что, вопрос, а зачем ты с ударыня соглашалась? Писала бы соло, ну, как бы, сама. Ну, а так ты гарантированно увидишь, как она хороша. Вот. Ну, в общем, я не понял этого. Вот. Ну, в Цюрихе там забавно. То есть, ну, вот, в тот раз, что мы там были, там, значит, вечеринка основная шла в верхнем зале до трех. И потом все в нижний спускались, типа, на автопассе. Почему-то в три. Вот. И в верхнем зале все судили, как бы, об окружающих по тому, как все одеты. То есть, вот, я был в рубашке, и в жилетке меня приглашали. Я сходил вспотев, переодел рубашку на футболку, прекратили. Типа, обрез-код не соблюден, ну, чувак. Вот. Вот. Так я ловко заскочил, да? Красавчик. Приглашайте. Ееее. Слушай, а там еще спрашивали про диджейство. Как ты выбираешь диджеев на Тумаба-пати? Диджеиста. Как ты вообще сам пришел в диджеиста? Это, видимо, два каких-то связанных вопроса. Давай выберем, с чего нам начать. Давай, как выбираешь диджеев? На самом деле, они изначально, так сказать, сами напрашивались. То есть, человек, не знаю, пишет или подходит к мужчинке и говорит, давай я поиграю. Я говорю, давай. Почему бы нет? То есть, ну, все, кто вызывался, все, как бы, получали шанс. А с некоторыми потом, ну, сотрудничество прекращалось. Вот. Некоторые появляются. Еще раз. Есть некоторые, кто, ну, я знаю, что они интересные части отусовки, для которых то, что ставлю я, может быть не слишком подходящим. Но их музыка как бы подходит под мое видение того, что может звучать. Автомамба. Соответственно, вот их я приглашаю. Прям, ну, то есть, сам, если направленно. Вот. То есть, ну, я должен человека послушать где-то или послушать отзывы про нем. Вот. Ну, если человек мне опишет сам, типа, я его не слышал, то он обязательно сыграет. Может быть, сет там первый час, но я хоть послушаю, как бы, ну, что он предлагает. А что это за видение «Вечеринки в томамба», то есть, ну, что у вас? Ну, вот тут у нас в России принято хаять европейский звук. Вот. Вот. Но мне, как человеку, ну, любящему европейские фестивали, он не слишком, так сказать, мне противен. Вот. Скажем так. Скорее, мне кажется, что временами у нас ради, собственно, эксперимента и желания быть оригинальней, чем окружающие. Да, то есть, вот, это приносится в жертву, собственно, по танцполу и, как бы, потребностям публики. Вот. Тут еще надо понимать, что «Вечеринка даров хаять», вот я прям слово подобрал. обдуманно. О чем я? Вечеринка регулярная, она, ну, потребует, ну, достаточно предсказуемости для народа, вот, без излишних повторов, но достаточно, как бы, ну, то есть, равномерно. Вот. То есть, ну, я посмотрю, то есть, для меня есть несколько примеров у диджеев европейских, под которых я прям опифовал, там, не знаю, в «Варшаве ушибенники» где-нибудь еще. Вот, там, скажем, обожаю Шана, Шан, Шан, да, знаешь его, из Лондона. Шан? Ша-Ан, 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 там, какой-то два «А». Нет, этого не знаю. Вот. «Марко», «Чудесен», вот, кто-то еще, ну, по неважным. Вот, то есть, ну, моя концепция, как бы, звука «Автумамба» – это плюс-минус вот такой европейский фестивальный звук. С некоторыми локальными особенностями и с поправкой, там, скажем, по темпу, да, и по насыщенности, потому что все-таки небольшая регулярная вечеринка до полуночи – это не, там, всю ночь на тысячу человек, да? Ну, да, да, есть нюансы. Слегка, да, слегка, там, чуть-чуть отличается, там, в мелочах. Вот, ну, вот как-то вот, ну, вот, по-нечто посередине, между прям вот таким очень, как бы, не жестким, да, вот, ну, таким определенным европейским и таким широченным российским. Как у нас заявляется обычно, мы любим все. Вот, я позволяю по себе быть чуть более издательным. Ну, ты сам вообще от какой музыки кайфуешь? Танцевать, играть? Слушай, ну, есть классика, типа, не знаю, там, Тита Родригес, да, у которого голос у тебя прям уносит. Есть Исмаиль Ривера, который не поет, просто ошьет, то есть вот его ритмика вокала, она прям какая-то это потрясающая. Вот, есть куча сальса подурая, они слишком, оскольки, они не слишком подуры, да. Вот, ну, нет каких-то жестких критериев, да, есть определенные окомпозиции, причем они со временем, как бы, ну, обновляются и некоторые, подобляются и некоторые уходят. Вот, ну, вот есть какое-то представление о прекрасном. Надеюсь, что те, кто приходят к нам, ну, как бы, они его более и менее разделять, потому что что-то, да, кто приходит. Ну, как, у вас есть бары-кальяны? Ну, для некоторых, да. А сам-то ты как стал диджеем? Нет, я стал диджеем по Тони еще в 2000, то ли в конце седьмого, то ли и в начале восьмого, тогда мы с Логиновой открыли Latin plus Jazz, потому что Тумамба это не первая школа, которой, так сказать, я занимался. Вот, мы открыли школу, в смысле, что там будет и мамбос, и свинг, вот, и мы делали по вторникам вечеринки совместные со свингерами, вот, и мы делали сеты по 15 минут, значит, джаз и сальси. Вот, и попробовали разных диджеев, нескольких, с целью, чтобы сальсовая часть не слишком выбивалась, вот, ну, то есть, чтобы переход из джаза был нерезким, да, то есть, из серии, ну, сделать это как-то вот, попробовать. И диджеи на третьем, ну, собственно, они закончились по диджею, а звук не нашелся. Я такой, типа, окей, я сделаю, вот, значит, и записал себе этих CD оболваночек, потому что в то время еще все играли с карманчиков, вот, и, короче, стал диджеить. Вот, потом, когда он, значит, я свалил из этих плюс джаз, это было лето 2008, естественно, вечеринки закончились. Вот, в 2010-м мы открыли школу, и тут оказалось, что появился еще один диджей Тони, ну, кубинец. И было уже как-то не солидно, типа, ну, как бы, снова так поназываться, вот, и я придумывал, как бы, что мне взять, как бы, за ник, и Алексей такой, да не палься, возьми эту мамбу. Я такой, ну, ладно, и вот, с тех пор... Ой, так и повелось. Диджей, эту мамбу, да, е-е-е. Окей. Окей, окей, ребят, если у кого-то есть вопросы, пишите что-нибудь, что спрашивать у Антона, потому что, потому что там, по-моему, ребята просто за музыку перетирали. И всего, что было. Слушай, а у тебя, как у диджея, были какие-нибудь нестандартные места, в которых ты играл? Или места? Ну, что бывает, там иногда тебя стоят, и ты не видишь танцпол, или какое-то очень атмосферное место. Или там, как у меня было, например, по-моему, в Рязани ты приезжаешь, а там, в общем-то, даже микширного пульта нет, или такой колонки напрямую, ну, и так тоже бывает, окей. Что-нибудь такое занятное. Нет, но я помню, как был какой-то, по-моему, это был фристайл-фест, по-моему, один из. Вот, и вечеринка проходила в гостинице, как она там называлась-то, Аврора, что ли, в общем, по-неважным. Вот, и был уже, по-моему, ноябрь, и Азимут, Азимут, да. Вот, и, по-моему, уже был ноябрь, и уже включили отопление, значит, и там был такой длинный стол, и, значит, все диджеи, значит, выставили там по-ноуты, и, типа, там, активный играл, а остальные там, ну, разложились. Вот, и в какой-то момент там прорывает трубу, отходящей водой, отходящуюся за пультом, и оттуда фонтанчиком, вот прямо, значит, на пульт, вот, благо был Кельгин, он широкий, он еще в пиджаке, значит, он, раскрыв пиджаке, прикрывает, значит, от кипятка, идущегося сзади, значит, технику, аппаратуру, вот, и, значит, и кричит, ну, типа, ну, как бы, неприлично, что, типа, пожалуйста, помогите, вот. Вот, и, ну, к счастью, спасли, что там потом вытирали паркет, но все были в шаге, чтобы все диджеи остались вообще без аппарата, без техники совсем. То есть там и ноуты, как бы, все там, вот, посвалено. Вот. А, ну, еще у нас это же прекрасная вещеринка была в Эморске, совместно, кстати, с Кизомберами-то, вот, где этот диджейка, находилась за баром, надо было по лестнице спускаемый из-под потолка, значит, забраться туда, на самый верх, то есть если сбегать, послушать, как оно звучит в зале, значит, ты скидывал эту лестницу, значит, по ней, ломая, значит, оконечности, значит, спускался, выбегал в зал и обратно, вот, это было так, ну, спортивненько, да. Тебе было не стрёмненько по ней спускаться, подниматься? Потому что я помню, что мне каждый раз прям коленки тряслись. Ну, да, 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 она еще такая ушаткая, да, ну, вот, ну, ничего, ну, что делать-то? Ну, выжили, да. Что-то еще, да, что еще, ну, было очень забавно тогда, ну, это именно, то есть в московском, я там сам, Эссальсе и Кизомбер фестивале, там что-то так подключилась аппаратура, аппарода, что у меня звуковуха, она висела, значит, на проводе, и, конечно же, она в какой-то момент из USB вылетает, софтина начинает перенастраиваться под использование не звуковухи, значит, тишина, залог такой, ой, типа, вот, the fuck, я такой, сейчас, втыкаю обратно, она начинает заново, значит, ее определять, я такой, елки-палки, такой, сейчас, ребята, сейчас все будет, вот. А с тех пор я очень отгоняю всех от своих проводов, прям, такой, типа, идите все отсюда, вот, но случается, нам. В общем, не зря ты побрелся, чтоб мне было видно, что ты уже седой. Нет, ну, так, чуть-чуть. Ну, понятно. А что у вас за танцы с Газаряном были? Ты сказал, что ты с ним косина танцевала, что-то еще. Да. В Минске нет, все. И все. И все? Без бачаты. Как так-то? Чего ж приезжали-то вообще парни? Он маленький еще был, несмешленыш. Слушай, он первый раз к нам приезжал в 16 лет, по-моему. Он бегал и орал, да вы знаете, кто мой брат? Мой брат Армен. Вот это вот все. Слушай, ну давай тогда напоследок какое-нибудь теплое воспоминание из Минска, что у тебя есть про нас, приятное? Теплое из Минска. Слушай, ну у вас всегда приятно. Была очень необычная вечеринка, вот когда мы ездили в какой-то особняк. Это вот как раз по кемпам и кальяном на улице. Вот и прям я удивился. Это было очень так и вроде и торжественно, и уютно. Это там тебе сказали, что Антон, не дуй на уголек. Да-да-да-да-да. Это мне рассказывали, потому что я этого не запомнил, но вот у Михаила это впечатление прям произвело. Он всем эту историю рассказывал. Просто мы много чего пропустили на том фестивале как организаторном, потом все это рассказывали, мы такие... Знаешь, когда еще так вот рассказывали, а Антон такой, девочка, ты кто? Прямо практически в ролях мы так, бедная девочка, ну ладно. Так что вот. Я не был с ней знаком, да. Так бывает. На фестивалях так бывает, даже на маленьких. Хорошо. Спасибо тебе большое за эти почти там полтора-два часа. Это вас фан. Ноуши, все дела. Так что вот. Хорошего вам вечера, у меня там с Иришкой. Да. Завтра сальса... Похиру, подсоединяйтесь к эфиру. Это должно быть увлекательно. Там будет шоу. Все лучшее, что вы отобрали за ночь. Ну... Как бы это ни звучало. Соло. Нет, там есть прям некоторые очень любопытные образчики по творчеству. Рекомендую. Это вот все эти люди, которые занимались онлайн? Сейчас же много всяких занятий. На некоторых прям чувствуется, что я знаю, у кого ты занималась в основном. Это как так? Ты прям... Как ты определяешь? Ну, да. Наметан глаз. Может быть, я ошибаюсь, да. То есть я не буду, так сказать, поговорить, дабы не палиться. А то расскажу, что вот, ошибся. А так, кто знает. Слушай, а ты же, кстати, сам записываешь онлайн вот эти разборы, да? Я просто, честно, не смотрела. А, ну, да, да, да. У меня шесть видео. Ну, они не в этом самом... Просто я их снял. Случайно попали в сеть? Часа? Не-не-не. То есть это не прямой эфир. То есть это смонтированные получасовые объяснялки сольных хоряк под знаменитые соло. У меня в Ютьюбе Антон Щербак. Находите, если вы еще не. Я думаю, что для кого-то это и может оказаться интересным. Вот. Но это единственное онлайн, что вы делаете. Вы ведете занятия. Да, мы не видим, знаете, потому что все, к счастью, с работой, с обычной. И то есть как бы для нас не стоит вопрос выживания физического. Типа, вот если мы сейчас не запустим там 10 онлайн-классов, то как бы мы останемся без завтрака, обеда и ужина. Вот. То есть все заняты по днем на своих работах. И поэтому особо ресурсов делать какой-то онлайн, ну, как бы, нету. То есть вот я могу сказать, что вот эти вот получасовые фигнюшки, каждая позанимала в среднем часа по четыре как бы ее сделать. То есть это снять, то есть смонтировать, выложить. То есть это, ну, как бы достаточно затратно. А сколько дублей ты делал? Это затратнее, чем... А с текстом дофига. По станциям практически, ну, как бы, сразу. Ну что, на четыре часа это так нехило на каждом. Самое сложное это вступление. Нет, четыре это в сумме съемка, монтаж и, собственно, там в Ютьюбе это все оформить. Окей, на вас шесть или вы планируете еще дальше что-то снимать? Пока шесть. Пока там проблемы сейчас с доступностью зала, а дома я снимать сегодня могу. Мне негде. Я не помещусь. В смысле? Ты много кушаешь? У меня маленькая очень аквартирка такая прям много. Вот. Это видно, что он в большей шкафе с книжками стоит. Ну, он не глубокий. Он в глубину вот такой вот. Черт. Так что особо он не съедает. Вот. Так что, ну, я надеюсь, что вот майский вывод закончится, станет как-то посвободнее. И, может быть, мы к этому вернемся, потому что есть там заказы на пачангу. Может быть, я к этому попреду. А, может быть, уже и занятия восстановятся. Вот. По-моему, сейчас все ждут, чтобы уже все это открылось, и наконец-то хотя бы на вечеринку выйти. Не говоря уж про занятия. Ну, да. Думаслядные штуки. Ну, типа того. Так что, десятилетие ваше. Мы ждем. Мы ждем большие тусы. Мы тоже. Так что, вот. Вот, все-таки второй раз. Кто у тебя, кстати, последующий? Не прощаемся. Кто у тебя последующий? А последующий что? На бла-бла-бла. Следующий. Кто у тебя запланирован? Слушай, ну мы с Газиком списывались. Прогнозы. Мы, скорее всего, с ним выйдем. Я думаю, что еще может Диего Самуэль. А он бритый, да, Газик? Это на него изоляция с Арменом так влияет или что? Да, да. Он под характером. Знаешь, вот мне пришлось, потому что... Ростов. Матерские закрылись? Нет. Потому что вот сейчас я же оброс и такой, ну все, как бы уже too much. А как еще? Сам у себя же не будешь прям подстригать. И пришлось как бы совсем. У тебя Ира есть? Рекомендую. Я, кстати, я уже заказала себе машинку. Не думаю, что я так вот как ты смогу, но... Машинку? Мееееее. Ну, если бы. Ну, почти, да. Почти так. У тебя нормально вот так вот прям? Не холодно? У меня супер вообще. Удобно. Удобно мыться, сушиться, причёсываться прям. Во. Теперь ты на вечеринке собираешься в два раза быстрее, да? В три. В три. Ничего себе. Ну, ладно, ладно. Тебе, в принципе, ещё котелок надел и с волосами, без волос. Разница-то небольшая. Ну, вот ещё. Попросил бы. Ну, хорошо. Скажи мне что-то про газоряна. Скажи мне, у тебя одну историю про газоряна. Спали что-нибудь. Газоряна. Что он сам про себя не расскажет. Не помню. Совсем ничего. Не помню. Не, ну, было с цыгазоряном. Когда... Не, ну, это... Вы неприличные. Вот и вся проблема с вами, что, как бы, ребята, всё неприличное. Приходят какие-то вопросы готовить, что-то ещё. Ты присоединился к нам прям под конец. Это стезоба. Открышка. Так что... Окей. Как бы... А тут про сальцов. Переходите на мамбос и... Давай, да, твоя минутка рекламы. Чем мамбос круче, чем гизомба. Всем. А ты маркетолог от бога просто. Ну, так... Ну, шить. Ну, как-то так. Всё, давай, третий раз мы начинаем прощаться. Или у тебя есть ещё вопросы? У меня? Да, ну вдруг. Когда позовёшься в Минск. Когда позовёшься в Минск. И как бы всё. И как бы всё. Ес! Ес! Такая звёздочка. Первый фестиваль. Или мы у тебя не первые? Промолчим. Нет, уж давай. Нам всё равно терять уже нечего. Покомментировать. Ну и ладно. Ну и всё. Ну и уходи. Каждый фестиваль должен ощущать себя первым. Угу. Хорошо. Когда будет второй эфир с Антоном... Карасик, ты всё пропустил. Это уже второй эфир с Антоном за сегодня. Вот он. Так что, если человек просыпается, по-моему, далеко за полдень. Карпово в смысле. Поэтому она всё пропускает обычно. Как говорит Берлёв, вот неприятный ты человек. Как ты можешь просыпаться далеко за полдень? Сегодня. Ну и выходной же. А, блин. Точно. Я просто... У нас же организаторов нет работы, поэтому у нас каждый день выходной. Отмечают же у вас там, да? Первый май. А в Мишке же, ну, по первому май там ей, да? Всё, всё дела? Я не знаю. Нет? У нас сознательное часть населения, которое хочет выжить, они... В окошко. У меня за окошкой виден детский садик и лес. Там никто не празднует. Но, в принципе, если окно открыть, может, запах шашелка пойдёт. Ой, ё-моё. Чунка? Да, Вадим Николаевич подошёл. Привет. Ты понимаешь, что он тебе пишет по-белорусски? Да, да, да. Ну, тут, в принципе, короткострельный лад. Подогадываю. Совпадает. Я когда был на первом варшавском фестивале, мы ехали на такси из клуба, где была обещанинка. И, значит, был таксист, такой уже пожилой, значит, полик. И ехали со мной почему-то, потому что нам было по дороге, только лишь девчонки белорусские. Вот, и они начали с ним разговаривать что-то про перестройку и Горбачёва. Горбачёва. Причём я понимал, что он разговаривает на польском, а не на белорусском. И я это всё понимаю, но при этом я остановил, что ни слова я вставить не смогу. Разве, что там так, так или там... Не так. То есть я такой, да. Вот, ну, и вот там что-то вот было там, Горбачёв, что, почему... То есть это Горбачёв, как и токси, на всех языках звучит одинаково. Поэтому сложно не понять. Логично, да? Ну, да. Не, я понимал, как бы, в целом всё. В целом всё, всё опризносимое. Вот, смысл подоходил, да. Прикинь, по-молодой ещё. А на каких языках ты вообще разговариваешь? На русском и на английском, и всё. И всё? Ты столько едешь по фестивалям, хотя бы испанский такой, он по-кидам. Хватает. Ну, испанский, в рамках руеды, да, что называется, вот, знание. А толстый. А бахо, да. Альцентро. Подентро. Да, я всё время забываю там предлог, да. Когда-то я в школе пытался учить по-немецки, но это ужасно. Почему? Потому что ты бы мог вести занятия в том, что на немецком. А что ли он такой? I'm so dry. Нет, ты, Федя, да, полюбит временами переключиться на раз, два, три, четыре, пять. I'm so dry. Лёгкий эффект неожиданности, зато бодрит по утрам. Кумашев. Кумашев, ты опоздал, но привет. Ну, как смог, так и пришёл. У них же в Казахстане там плюс сколько-то по времени. Поэтому вот, да. 40 уже у них там в тени, да? Нет ещё? Вряд ли. По-моему, у них примерно как у нас. Так что, так что как-то вот так. Ну что, четвёртый раз мы заходим на то, что пора, пора прощаться, да? Пока Инстаграм сам нас не рассоединил. Ты, кстати, в челленджах участвуешь в каких-нибудь, которые сейчас выкладывают преподы мировые? Нет. Совсем нет? Извините, совсем нет. Как так? Ты только судишь, шоу. Скучно, да? Да, я как-нибудь уже... А, слушай, вот, был же вопрос ещё один. Сколько ты тренишь? Да ты что? Как преподает, там где-то промелькало. То есть, сколько у тебя занимает твои собственные тренировки? Для собственного развития? Мало очень. Очень немало в последнее время. Мало. Меньше, чем хотелось бы. Ну, отчасти это, ну, то есть, то, что регулярные занятия, да, там, в серии, так, ученики, вы не послушиваете, пока объясняешь, сам поймёшь. Знаешь, вот, как бы, из этой серии зачастую. Хотелось бы, конечно, побольше. Но времени в обычные дни, вот, они же такие вот прекрасные, изолированные, прям не хватает катастрофически, потому что работа ещё. Вот. А когда были шоу, то есть, год назад, вот к шоу прям пахали хорошо. Но шоу, опять-таки, у меня есть, ну, такая особенность, когда ты шоу поставишь на занятия, ну, на тренировках, ты больше опиздишь всех остальных, чем успеваешь сам что-то отработать. Потому что тебе надо всех подстроить, там, за всеми опиздить, как бы, опиздить себя, ты, там, мы делаешь себе отметки, что, типа, там, нужно сделать это, нужно сделать это. Что-то ты делаешь, а что-то, как бы, времени не хватило, потому что эти прекрасные коллеги не слишком оперативно схватывали. А сколько вы в среднем шоу ставите по времени? Три месяца, полгода? Разное. Мы три месяца, в среднем так. Не, было одно многострадальное, которое вот предыдущее, которое мы показывали в Минске. Вот. Оно прям у нас от старта до первого показа прошло у нас что-то времени прям неприлично. Много. И там люди приходили, уходили, там прям жесть была. Вот. А так вообще по три месяца, как бы, и охуяк и в production. Угу. А сколько вы уже ставите свое новое шоу? Тренируете? Недавно, на самом деле. Мы начали месяц-два назад, да? Да. То есть еще месяц и готово. Ну вот часто мы не придумываем. Харягу надо закончить текст и как бы отрабатывать. А поскольку сейчас зал несколько недоступен, то не придумывается. Слушай, ну ты к нам бодкэмп когда приезжал, стоял, ты же прям на ходу придумывал. И серия, что будете дальше делать? Я не знаю, я еще не придумал. Ну да. С этим у тебя проблем нет. Это же самое то. Не, ну для бодкэмпа-то там же ставишь чё не слишком посложное. То есть оно и интересное, но не моя прям зуба подробительная. То есть там есть возможность проехаться на старом багаже. Вот тебе практически в любви признались. В туче твоей связки ты огонь. Спасибо. Вот. Все, на этой мими ноте даже инстаграм уже говорит, что пора заканчивать. Да, прям так. Прям скоро он сейчас нас сам отрубит. У него что-то таймер появляется, что эфир заканчивается. Сейчас как быбыч. Да, так что без лишних соплей. Спасибо тебе большое. Мне было приятно. Береги нос, да. А думал ли кто-то еще? Да. Все, давай тогда обнимаю и пока-пока. Пока!